В Кузбассе завершился первый международный театральный фестиваль Форум, сверкающий грани театра. Фестиваль Форум стал одним из самых продолжительных в России. Он длился 50 дней. За это время были сыграно 139 спектаклей. Прошло более 400 мероприятий, театральные лаборатории, читки пьес, уличные спектакли, мастер-классы, театральные уроки, которые посетили более 30 тысяч человек. Его самая главная особенность в том заключается, что на одной платформе, на платформе нашего региона впервые в жизни был организован фестиваль, который объединил большое количество театров, театральных проектов, разных организационных структур и разных форм и жанров. Это очень трудный фестиваль в том смысле, что он объединяет большое количество разных профессионалов. Я очень рад, что сегодня к нам приехали гости из Брянска, из Томска, из Горноалтайска, приехали из Горловки. Я думаю, что этот фестиваль позволит, самое главное, сделать связи прочными внутри театральной системы. И, конечно, самое главное, что, подружившись на этом фестивале, у нас у всех, у каждого театра случится большое количество обменных гастролей. И мы все больше и больше будем дружить в другом. Прокопьевский драматический театр радовался у зрителей не только премьерами спектаклей, но и новыми театральными формами. Читка пьесы в торговом центре, театральные уроки с артистами театра, перформанс с подростками Аверс Рейшс, цветочная акция «Театральный садовник» и арт-капсул с заветными желаниями прокопчан и не только. Для нашего театра, да и вообще для всех театров Кузбасса, мне кажется, это большой, огромный толчок для последующей работы и для применения в своей работе совершенно новых форм, на которые нас натолкнул именно проведение этого фестиваля форума «Свергающий град». Я думаю, что этот фестиваль имеет и полное право быть, и, конечно же, он должен расширять свои границы. Так как на протяжении 50 дней, 7 недель, мы очень активно занимались несколькими программами по этому фестивалю, то есть мы не просто показывали спектакли, мы не просто приглашали зрителей, мы выходили в театр, выходит в город, театр занимается театральными уроками. Очень много-много-много, я могу перечислять много этих всех театральных форм. Сейчас повторю очень ценные слова Евгения Князева, который сказал со сцены, что когда губернатор предлагает проводить фестиваль, это дорогого стоит. У нас именно такой губернатор, который болеет за театры, за то, чтобы они у нас поднимались и были на более высоком уровне, и в то же время в Кузбасс постоянно приезжают с гастрольными великие театры, так как театр Вахтангово, который тоже работал в рамках данного фестиваля. И ведь сегодня награды получили фестивали разных территорий. Театральная карта России, она очень большая, пусть она растет, становится более гостеприимной, и на этой карте появляется много городов-театров. Прокопец Килинком на протяжении двух месяцев воплощал в жизнь насыщенную программу мероприятий, которая охватила не только взрослых, но и студентов, школьников и даже малышей. Мне кажется, очень важная и отличительная черта этого фестиваля на самом деле в том, что участвовали не только профессиональные театры, как драматические или музыкальные, а также участвовали студенческие театры, инклюзивные театры, потому что, ну, это такая своеобразная ниша искусства, которая немного все время как-то где-то вот, она где-то позади, то есть вот это как бы не серьезно, но по сути и по большому счету как раз-таки именно вот эти вот люди, и вот эти вот ребята молодые, еще кто-то, они дают возможность, ну, точнее, не дают возможность, они потом вырастают во что-то большее, собственно, профессионально. Ну, как бы, что посеем, то пожнем. Благодаря международному фестивалю-форуму «Сырыкающие грани театра» зрители смогли познакомиться со всеми «Сырыкающими гранями» Прокопьевского инкома. Субтитры создавал DimaTorzok